Итак, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброго утра. Я всегда на этой выкидываю косоглазый. В эфире передача «Медным шагом по фотографам». Но сегодня мы постараемся сделать фотографию. Поэтому я, кстати, вот так вот по центру экрана. Вот. Сегодня я купил... Нет, даже не так. Порассмотрев уже почти что всю сотню самых великих фотографов, пора делать какие-то некие результаты и подводить итоги. Вот. Поскольку занятие, конечно, полезное, но что-то там в итоге должно поменяться. Во вкусе и всяком таком. Конечно, во вкусе поменялось многое. Теперь те фотографии, которые у меня сейчас сделаны, они мне не кажутся такими хорошими, какими казались до этого. Второе. Стало ясно и очевидно, что мне нужно больше света и, как минимум, ну, хотя бы две вспышки. Причем, что интересно, вспышка должна быть хотя бы не зависяща от фотоаппарата. То есть, чтобы можно было фотоаппарат в одном месте поставить, а вспышку в другом. То есть, это уже технологические трудности. Вот. И в-третьих, там стало очевидно, что мне нужно вообще две вспышки. И вообще надо бы начать уметь ими работать. На вспышки также нужны, как это называется-то, господи, модернизации или как они там называются-то. В общем, рассеиватели, направляющие шторки и всякое такое. То есть, нужно начинать работать со светом, а не просто пользоваться тем, что есть. Вот. И, соответственно, сегодня я купил вот такую вот штуковину. Это трансмиттер. Это радиоприблуда, который позволяет управлять вспышками Yongnau 560 3. Мануальными что-то там еще, какими-то там еще вспышками. Вот. Ну, в общем-то, с помощью этой приблуды можно как-то настраивать их мощность. Мощность, шаг ихнего, ну, в общем, мощность, не крюча при этом саму вспышку, что вообще удобно. Но я пока еще не понял, как это делать. Вот. У меня есть две таких вспышки. И одна такая приблуда. Вот. Она позволяет пыхать этими вспышками разом. То есть, она одна на фотоаппарате прикручена, и теперь мне надо на фотоаппарате вспышку держать. Теперь я могу вспышку как-нибудь там, я не знаю, под какими-нибудь углами, руками держать. То есть, ну, крайне удобно. То есть, я сейчас попробовал сам себя пофотографировать. Очень толковый. И попозже мы, кстати, увидим, что там получилось. Вот. Получилось ли вообще что-то. Вот. Потом у меня появилась такая световая стойка, чтобы прикручивать вспышку. Но я почему-то забыл к ней купить специально наклоняемую головку. Теперь вспышка прикручивается вот к этой пимпе, но вниз не опускается. Надо снова ехать в магазин и докупить эту головку за 700 рублей. Я про нее спросил, но почему-то не купил. У меня хотелось купить инфракрасный фильтр и что-то как-то в итоге забыл. Вот. В общем, такие вот корейские вполне себе толковые дешевые вещи. Надеюсь, они долго не сломаются. Некоторые говорят, что Йонг-Нао после тысячи пыхов взрывается. Хотя другие говорят, что ничего, она у них не взрывалась ни разу. Вот. Ну, соответственно. Так, компьютер не видит диск с фотографиями. Сейчас мы попытаемся посмотреть, что получилось. Я попытался сфотографировать сам себя. Кстати, если сделать бленду, то контраст увеличивается. И я становлюсь красивее. Вот. Короче. Я попытался сам себя сфотографировать двумя вспышками. Но, в общем-то, на себе я всегда опыты и делаю. Вот. Ну, вспышка вниз не опускалась. Поэтому пришлось ее просто как-то прямо пыхать, чтобы на меня как-то пучок света. Вот сверху вниз я попытался сделать, как у Ирвина Пэна, чтобы свет падал под углом 45 градусов. Но, по-моему, что-то я накосячил. По-моему, надо было поворотную голову-то купить. Вот. А вторая вспышка, она пыхала сбоку. То есть, один свет падал прямо по лицу, а вторая вспышка где-то, по-моему, куда-то сюда пыхала. Чтобы сделать такой свет и теневый небольшой рисунок. Ну, и чтобы правая сторона стала... Или какая-то левая сторона. Правая, в общем, сторона стала чуть светлее, чем другая часть. Вот. Ударился. Какой-то огроменный синич еще у меня вылез на руке. Кстати, у меня глаза к свету почему-то вдруг из-за вспышек атрофировались. Поэтому я вижу на камере эту огромную зеленую штуку. Но не вижу, когда смотрю на нее так. Такие вот дела. В общем, под вспышками тоже моделям очень тяжело находиться. Под постоянным светом это крайне, в общем, матывающая задача. Не так-то это все просто. На меня пыхнуло буквально сам на себя. Ну, наверное, сколько тут дублей. Господи, тут 65 фотографий. Я думал, раз 10. Вот. И я вдруг перестал видеть часть оттенков желтого. Кажется, я ослеп. Вот. Сейчас мы скачаем эти фотографии. И, в общем-то, посмотрим, что там у нас получилось. Вот. Планирую с этим вот добром поехать на какой-нибудь фотосетик. Правда, сейчас я не знаю, возьму ли я их две разом. Две, наверное, не возьму. Возьму одну. И теперь я смогу камеры в одну сторону вспышкой такой, в другую. И прям как реальный профи. Еще нужно сверху какой-то замутить отражатель. Вот эта штука в нем встроена. Она, конечно, хорошая. Но, по сравнению с нормальным отражателем, это... Ну, в общем, какая-то такая отстойная вещь, если честно. Диффузор. Ну, вот. Также в профессии фотографа важна скорость. Покупайте компьютер с USB 3.0. Чтобы по два часа не ждать, когда у вас там 200 фотографий скачается. Кстати, очень толковая вещь. Прямо реально. Вот. Время. Ну, экономит просто. Ну, нечеловечески. Так. Ладно. Тут у нас есть моя старая фоточка, которую я сделал. Очень отличная фотография. Прямо на рабочий стол и встать. Но у меня черно-белый вариант этой фотографии. Так. Кстати, я еще с утра сделал пару кадров из окна. Их тоже покажу, как обработать. Как я обрабатываю. Потому что у меня фотоаппарат достаточно старый. Там нету всяких там штук, когда кадр складывается из четырех фотографий. Или там из пяти, из шести. Ну, это все можно делать вручную на компе. Вот эту модуляцию. Так, сейчас оценим. Кто-нибудь что-нибудь написал. Нет, никто ничего не написал. Вот. И заново вам еще раз покажу. Отличный. Так. Это... Какие-то кадры в метро. Я сам как-то себя сфотографировал. А, нет. Это... Это я продавал объектив. Это меня чувак сфотографировал на... 18 миллиметров VR. Или как он там. Что я им не пользуюсь. Я его продал. Купил себе пару вспышек. Ой, сорян. Хотел еще купить себе видеокарту. Но что-то на нее не хватило. Так. Вот у нас тут красотища с утра. Причем также нужно было ловить момент. Потому что вот эта красота длилась буквально... Ну, в общем, это такое глубокое утро, что еще вроде как и даже ночь. Потому что это, ну, наверное, часа три ночи, четыре. Вот. И вот эта вот голубая... То есть такая... Глубокая... Не знаю, краснота. И, в общем, очень красивая. Потом я пару кадров сделал. И несмотря на то, что вроде как утро и должно светлеть. Но как-то это все в результате через еще пару кадров стало выглядеть... Ну, как-то не так круто. То есть прошло буквально там, я не знаю, пара минут. И стало, во-первых, темнее почему-то. Несмотря на то, что утро должно быть светлее наоборот. Ну, и вот небо стало каким-то не таким крутым, каким было. Так, ну, ладно. Сначала покажу вам, в общем-то, что я такое колдую с фотографиями. То есть я беру три кадра с разной экспозицией. Ну, по крайней мере на Fuji они автоматом делаются в RAW. В RAW-ах. И в режиме HDR их смешиваю. Можно, конечно, в Photoshop их засунуть. В Photoshop их смешать. Но это не всегда. Ну, там, в общем, короче, я не знаю, мне он неудобен крайне. Там в нём тоже есть функция HDR, но что-то как-то она работает, непонятно. Так, вот это вот последние кадры. И они откровенно какие-то не такие. Вот атомные АЭС выглядят как какой-то вулкан. Но, по-моему, слишком много. Так, а я же ещё посреди экрана. У него кемоталки. Тут же фотографии не видно. Так, вот заново покажу. В общем, была вот такая вот красотища. Причём глубокая ночью было как-то, в общем, гораздо более ярко всё это дело. И буквально через пять минут оно стало как-то слегка более тёмным. Хотя, вроде, разницы вроде как никакой нет. Но оно всё равно стало слегка более тёмным и не таким красивым. И какой-то голубизны прибавилось. Вроде бы как это выглядит, как такие извергающиеся вулканы. Вот это вот вроде бы как выглядит реально, как извергающийся вулкан. Но здесь я захватил, по всей видимости, слишком много леса. Так, вот это выглядит как... Сложно сказать, как что это выглядит. Вроде такая достаточно насыщенная картина. Вроде сзади есть какой-то фон. Спереди трубы, уходящий вот туман. И под очень большим вопросом. Какое же фото из них лучше-то? Здесь... Опять же, много спереди леса. И из-за этого достаточно скучно. То есть, кадр... Он, конечно, красивый. Но всё-таки он делится вот буквально на вот раз часть. Причём даже этот лес не отделяется вот от этого завода. Он как-то вот выглядит как одно целое. И то, что выше кадра. Как-то вот как-то так. Так, на этой фотографии, вот благодаря вот этой вот небольшой поляне, делится лес до завода, за заводом. Ну и, в общем-то, завод. В общем, такие три здесь, как бы, такие вот фигуры. Ну и вроде бы как тоже красиво. На этой фотографии вроде бы похоже это на извергающиеся вулканы. Но всё-таки красотища, конечно, нечеловеческая. Но чего-то явно не хватает. И здесь, наверное, та же проблема, что это вроде бы как красиво. Но вот эта фотография из одного и того же окна, мне кажется, более толкова. Несмотря вот, вот, казалось бы, окно, какой вид из него ещё может быть. Три фотографии, все три фотографии разные. Хотя вроде бы все-все, вроде как одни и те же пейзажи, но тем не менее, они все разные. Вот, теперь я применю смешивание в HDR. Причём вот эта вот функция делает фотографию более чёткой, более точной. Уменьшает вот муар там и всякое такое. В общем, увеличивает резкость. Она, конечно, пикселей не добавляет, но резкость увеличивается. Прямо это даже видно невооружённым взглядом. То есть, если приблизить фото, то не надо будет как-то особым экспертным взглядом тыкать. Вот, посмотри сюда, посмотри сюда. То есть, фотография вся в целом выглядит более детально. Вот. Сейчас пока это делается, попробую показать на примере, как это выглядит. Ещё разочек, так скажем. Так, вот. Можно посмотреть на вот эту панорамку. Так. И где-то есть эта же фотография, но не как панорамка. Так, где же она есть-то? Вот эта, что ли? Так. А, нет, это RAV-файл. Я включил. И плейдень. Так. Вот. Вот обычная фотография. Вот с другой стороны. Так, ладно, сейчас RAV-редактор загрузится. Ох уж этот фуджиковский RAV-редактор. Ох уж этот RAV-редактор. Вот. И можно совместить две фотографии. И даже через стрим увидеть, что фотография справа, вот с такими танцами, с бубном, она выглядит, ну, если не взирать на вот этот косяк, она выглядит гораздо более чётко, чем фотография вот слева. Потому что вот эта фотография, она, ну, мягко сказать, размыта. А здесь вот мы видим везде чёткие грани. Например, можно посмотреть, что здесь мы точно видим, вот прям чётко видим вот эту линию электропередач. Здесь же вот можно посмотреть всю электропередачу, линия, она просто растворилась в пикселях. Я её тут даже рассмотреть не могу. То есть вообще никак как её не приближаю, но я рассмотреть её не могу. Здесь вроде бы вот какие-то детали от неё есть, но с собой лэп-то её нету. Она просто растворилась здесь же, она есть, вторая есть. И как бы, вот, то есть, ну, в количестве информации гораздо, вот, увы и грешнее. Так, что тут ещё, блин, гостиница Москва. Причём даже если на обычное фото просто увеличить резкость, это всё равно не... Резкости-то особо-то не прибавляет. Помех, да, прибавляет. Ну, или здесь, например, тоже можно увидеть вот это вот, не знаю, это мачта какая-то. Ну, тоже, видимо, что-то связанное с электропроводками. Вот она, просто размазанное пятно. А вот с этой стороны это хорошая-хорошая, вот, дельная толковая фотография. Вот такую можно, например, распечатать на, там, я не знаю, стену. И будут там красивые фотообои. А вот эту фотографию не получится красиво распечатать на стену, и красивых фотообои с неё не получится. Вот, ладно, хватит по пикселям фотки рассматривать. Ох ты ж, как долго-то, ёлки-палки. Ладно, фотографии получились очень тёмные. Вот этот вот чёрный градиент, конечно, даётся не очень для компьютера легко. О, тут у меня даже какое-то высунулось предупреждение, что ЦПУ напрягается на полную катушку. Ну, а оно и понятно. Так, надо было всё-таки свои фотки показать, я не думал. Здорово, Александров. Я не думал, что это всё дело настолько затянется. Ну, ладно, для нов-прибывших повторю. Итогами просмотра практически сотни фотографий, там, самых великих фотографов, стало понимание того, что нужно срочно менять свет в своих фотографиях. Надо начинать учиться работать со всеми этими штуками, вспышками и всяким таким. И заканчивать херню из разряда «Сейчас я куплю новый объектив и начнётся. Сейчас я куплю новый фотоаппарат и начнётся». Там, я не знаю, ничего не начнётся. Надо покупать вспышки, светы. Потому что, в общем-то, это самое важное. И вот у меня есть трансмиттер. Название, как я не знаю, какой-то приблуды из космических фильмов. И вот две такие вспышки. Вот эта штука позволяет, её прикручиваешь на фотоаппарат, и она по радиосвязи вот с этими вспышками коннектится, и в результате они пыхают. Как я понял, к сожалению, этот трансмиттер работает только с вспышками 560-й серии. Вроде он может ещё работать с радиосинхронизаторами, но тогда их надо будет прикручивать вручную к вспышкам другой серии. Но ещё от него можно подключать через радиосинхронизатор студийные моноблоки. То есть, в принципе, надо ещё пара радиосинхронизаторов, и уж тогда точно всё, что может пыхать, будет пыхать. Вот. Крайне полезная толковая штука позволяет прикрутить это на фотоаппарат, а вспышку как-нибудь там рукой, я не знаю, сверху подсвечивать, там ещё куда-нибудь подсвечивать, или прикрутить её на световую стойку, или на тот же штатив. Ну, в общем, делать что-то красивое. Делать свет, как у Ирвина Пэна, это под углом, там, примерно 45 градусов к лицу. Получается красивый свет. Или там, я не знаю, поставить две вспышки с боков, чтобы они били и рисовали там скулы, контраст. Правда, я сейчас попытался так сделать, но что-то как-то не очень получилось. Вот. Стало понятно, что на вспышке нужны, как они, модификаторы. Вот точно, модификаторы. Какие-нибудь там, я не знаю, по закрылочек, как на студийных моноблоках рассеивателей нормальных, всяким таким. Но, пока что я пользуюсь пакетом Пятёрочка. Кстати, отличный пакет, как рассеиватель, работает замечательно. Ты просто берёшь, делаешь вот так, и супер. А если хочется побольше рассеивания, складываешь пакет в две части. То есть, в общем, толковая вещь, стоит всего лишь 5 рублей. Вот. Надо будет его, не знаю, на две части порезать, на две вспышки. Конечно, чтобы не таскать с собой много пакетов. И плюс, кстати, ещё и полезная. Мало ли, зачем пакет пригодится. В общем, такая монетарная штука она. Вот. Вот, значит. Накупил вот этих вот приблуд. Буду их пользовать. Надо будет сделать тесты. Вот, не знаю ещё, правда, чем-то всё увенчается. Так, Господи, наконец-то. Наконец-то фотография сделалась. Ну, так, вот. Смотрим, значит, тесты, которые я наснимал со вспышками. Значит, что у нас тут было. Одна вспышка светила где-то сверху. Я пытался, чтобы получилось угол 45 градусов, но он явно не получился. А другая вспышка светила сбоку, чтобы сделать одну сторону лица чуть более светлой, чем другую. И, по ходу дела, это всё тоже крайне... Получилось крайне со скрипом. Ещё я надел очки, которые обнаружил у себя в рюкзаке. Такой а-ля лепс. Вот, в общем-то, я... Я уже даже забыл, что у меня они были. Они, кстати, были. Они очень стали какими-то погнутыми. Короче, очкам явно нехорошо. Так. Ну и видим, что на мануальной оптике крайне тяжело поймать лискость. Так. Ну, в общем, всё так достаточно деревянненько. Деревянненько. Хотя... Конечно, плюсы от того, что вспышки есть, они, конечно, уже видны. Во-первых, это более, как ни крути, резкая картинка. То есть борода, она гораздо более резче получается, чем обычно. Если честно. Если честно. Так. Плюс, в этом, можно рисовать немного другие овалы лица. Вот. Хотя, как у Ирвана Пэна, конечно, чё-то как-то не получилось явно. Так, и что тут у нас получилось в конце там? Будет что залить в контакт или не будет? Неужели... Блин, я не попал в резкость. Резкость за глазом. Ай-яй-яй. Так, это я сфотался в профиль. Так. Ладно, у нас слава богу в рамах всё сфотано. Даже не знаю, чё тут в плане контраста-то крутить. Потому что фото настолько стрёмно, что крутить тут особо нечего. Но, кстати, виднеется тут такая небольшая фотография в высоком ключе. Потому что вот чёрные зрачки расширены не потому, что я наркоман, а потому, что было темно, когда я делал фото. Такие более-менее вычерчиваются чёрные ресницы. Вот отсутствие мешков под глазом. Вот со стороны, с которой пыхала вспышка. Здесь всё-таки всё равно есть чернота. Это, конечно, нехорошо. Отсутствие вот всех вот этих вот пупыришек на коже, которые есть, кстати, абсолютно у всех людей. Я не знаю, чё так все из-за них парятся. Это вообще-то кожа такая. Вот вспышка пыхнула сбоку. Всё это засветило. И всё это перестало видно быть. В общем-то, это хорошо. Это хорошо, но теперь надо женщину сфотографировать. Так, здесь у нас пересвет явный. И даже, наверное, RAF не спасёт. Хотя почти, но всё-таки слишком мощный пересвет. Так, это я пыхнул на себя спереди. Так, это я улыбаюсь и везде выгляжу, когда он какой-то. Это я корчу тигра со своими жуткими жёлтыми зубами. Правда, это единственное фото, которое реально получилось в нормальном контрасте. Но заливать-то её нельзя. Люди же офигеют. Ладно, если мы её переведём в ЧБ. Станут ли зубы менее жёлтыми? Но всё равно видно, что они... Так, нет. Контраст явно даже крутить не стоит. Потому что и без него получается нормально. А если круто, ну чёткость. И чёткость крутить не стоит. И без неё всё отлично. Ну-ка, ну-ка, если накрутить, ну, например, чёрное вниз. Ну вот, возможно, чуть-чуть чёрного, чтобы вот-вот-вот-вот-вот-вот чуть-чуть. Возможно, даже и теней чуть-чуть, чтобы такой более такой, я не знаю, какой эффект. Так, белое. Ага. Вот, и чуть-чуть более засвета, чтобы вот эта часть лица стала более такой мягкой вместе с белыми. Сейчас и белого прибавим. Хотя, если это в контакт залить, будет выглядеть как пересвет. Ну что ж, со вспышками получается хорошо. Рисуется нормальный контраст, нормальные тени. Ну, правда, если чуть-чуть нормально фотографировать. Вот, конечно, плохо, что они жрут батарейки. Батарейки тоже не бесплатные. Надо как-то начинать деньги брать. С самого себя. Или со своей мамки. Так, ну-ка, фотографии а-ля Лепс. Вот такой Лепс, страдающий отставанием в развитии. Хотя, если мы говорим про Лепса. Так, ну, вот это вопрошающий взгляд. Но, опять же, резкость, конечно, не на глазах. И немножечко в пересвете. Но все равно, какой красивый пересвет. Такой мягкий, такой... Ну, я даже не знаю, такой рисующий. И вот шея как красиво прорисовалась. Прям-прям замечательно-замечательно. Но какая-то дурацкая тень. И я не понимаю, откуда же она взялась. С правой стороны ее нету. Но она есть с левой стороны. Это, видимо, тень от вот этой части лица. То есть, вспышка была слишком за ухом. Надо было ее чуть-чуть вот как-то чуть-чуть повернуть. И тогда все было вообще замечательно. Жаль, жаль. Еще а-ля Лепс. А-ля Лепс еще. Так, тут я выгляжу, как какой-то очень такой качок. Здесь я такой милый. Здесь я совсем милопан. Ну, понятно, почему мне газировку не продают без паспорта. Ну, из-за того, что правая часть пули освещена, получается, чем левая, лицо стало просто дико широким. Хотя это я еще приблизил. Ближе, чем на какой-то из этих фотографий. Ну, в общем. Ну, вот. Итого вывод. Во-первых, как работает со вспышками, я не знаю ни хрена. Во-вторых, как правильно поставить свет, я тоже не знаю ни хрена. В-третьих, если взять вспышки и модель, получится, по ходу дела, еще хуже, чем получается обычно. Но, елки-палки, какая хорошая резкость везде. Как хорошо освещены волосы. Как вот, какие вот они прям, прям, не какие-то стрёмные и беспонтовые. А каждая волосина, вот, она отражает свет от себя. И даже в боке она пририсовывается. Не как обычно, как мусор это выглядит все. А теперь это стало крайне красиво. Даже вот, можно перхоть разглядеть. То есть, прям, вот, в плане бороды, даже можно и мои зубы разглядеть. Чет, как-то зубы выглядят не очень надо. По ходу дела, надо уже к врачу идти. И вот, в плане резкости, даже вот, вот эти вот, вот, вот эти вот красивые, как бы, поры на коже, они тоже очень красиво прорисовались. Даже вот эта часть с глазом, вот, прям, можно вот так вот вырезать. Вот это, а это, я, кстати, напоминаю, 16 мегапикселей. Это вам не какая-то там 37 мегапиксельная Sony, однако тут все видно. То есть, прям, вот, хоть так вот вырезая, заливая на страничку. Кстати, надо попробовать. То есть, прям, ну, в общем-то, очень даже хорошо. Прям, прям, прям замечательно. Жаль, конечно, фотография какой-то толковой не получилась. Здесь у нас диафрагма, ну, примерно 1.5, А здесь диафрагма, ну, наверное, 4 или что-то типа того. Поэтому такое более-менее резкое фото. Вот. Ну, в общем, как итог, вспышками надо пользоваться и фотографировать со вспышками. Потому что фотография получилась гораздо более четкая, контрастная, с гораздо более выделенными деталями кожи. И они выглядят нормально, а не как мусор. С гораздо более красивыми волосами. То есть, волосы, они не пропадают куда-то в черное. Каждая волосина, вот, ну, вообще она красиво выглядит-то. Ее улыпало. Так, а если мы, например, волосы же это у нас под черное попадают. Нет, по-моему, дело не попадает в волосы под черное. Волосы у нас непонятно под какой попадают. Такой, если замутить высокий ключ. Даже почти что высокий ключ мутится, но, правда, не до конца. Когда пол лица в белом, но при этом, вот, все волосы, они очень-очень черные. Хотя, ладно, цифру в этом деле учить не стоит. Ну, в общем, получается, получается красиво. Так, ну-ка, попробуем обрезать это фото. Нет. Что такое? Так, обрезать, обрезать, обрезать. Мне нужен продольный какой-то формат. Дурацкий 5 на 7. Я не понимаю, что это значит. Вот. 16 на 9. Так. Так, а не слишком ли продольно это обрезано? Допустим, если нажмем ОК. Так. Ну, вроде типа того, но стало как-то ярче. До этого было не так ярко. Так, ну ОК. Ладно, вот оставим такой ястребинный глаз. Со всей этой фотографии. Глаз выглядит неплохо. Так. Так. Вот, в общем-то, вспышки. Это хорошо. Со вспышками получается замечательно. Ну, и что у нас фотография нашего вида из окна, которая грузилась, грузилась. Наконец-таки она загрузилась. Так. Ну, что бы тут добавить? Стоит ли добавить света или не стоит? Так. В ЧБ переделывать не будем. Так. И... Низим чуть-то контраста. И, в общем-то... Правда, мне тут не нравится, что диафрагма 1.5 и такая низкая глубина резкости, из-за чего, в общем-то, весь кадр... Ах ты ж, ёлки-палки, движение было в кадре. Ах, блин... Ну, как же так? Хотя... Ну, ладно. Так-то вроде красиво, если совсем уже близко не приближать. Но чего-то тут явно не хватает. Вроде бы красиво, но чего-то явно не хватает. И я даже не могу понять, чего... Может, того, что меня этот вид из окна уже достал, и поэтому... Поэтому не знаю. Поэтому он меня просто достал. Так, ладно. Как тогда это всё выглядит без смешивания? Да не может эти фонари в пересвете-то? Ну, как же так-то? Вроде нет. А что тогда они так по-уродски выглядят? Блин, а боссы на фонаре? Ты глянь на это. Все фонари в пересвете. Ох, этот кризис, блин. Понаделали фонари, ёлки-палки. Ну и ладно. Кот базилиум. Ну да, типа того. Так. Ну что ж, и завершающий этап. Загрузим таки фотографию. Где папка номер один. Нагрузим фотографию. Заценим, как оно. Возможно или нет. Ага. Ну, кстати, выглядит красиво. Несмотря на то, что эта фотография вешает, наверное, меньше метра. И сколько она даже вешает, я даже не знаю. 400 килобайт. И в разрешении она, как я не знаю, как картинка, даже не знаю, куда картинка. Но детализация просто, конечно, поражает. То есть, это и без того уже кроп был. Ну, просто нечеловеческий кроп. Но при этом мы ещё можем слегка приблизить и, в общем-то, что-то ещё порассмотреть. То есть, ну, это, конечно, прям вот, да, вспышки просто увеличивают количество информации. Прям на фото. Как-то я даже прям не знаю. Просто прям вообще. Хотя РАО при этом стали вешать почему-то на чуть-чуть меньше. Раньше они вешали 25,1. Теперь 24,9. Хотя, наверное, это со вспышкой не связано. Так. Ну, что ж, выглядит настолько красиво, что ещё чуть-чуть её там можно поставить вместо аватарки. Да, концептуальненько. А справа... О, справа, наверное, можно загрузить ещё одну фотографию. Ну-ка, если загрузить эту фотографию второй раз, что тогда получится? Будет две фотографии. Вряд нет, будет отстой. В общем, шикарненько. Я доволен. Прям супер-дупер доволен. Конечно, я видел всякую муть из разряда, когда, не знаю, глаз и нос делают формы какого-то слона или типа того. Я уже не помню, как называли это фотографом. Мне что-то даже ли не это умуть вспоминать. Этот, как он, сюрреализм. Но меня от сюрреализма откровенно тошнит, потому что я уже не могу просто... Этот сюрреализм видеть, обозревать и вообще и нажимать на него. Глаз не по центру, ну да ладно. Вот, то получилось, да. Отлично. И, что самое странное, например, смог бы я сделать этот кадр без транс, как его там, я уже забыл, транс, трансиммера, трансиммера. И, например, без вспышки. Нет, к сожалению, такой кадр я бы сделать не смог. И, возможно, я бы смог его сделать со вспышкой. Но тогда бы она в любом случае была на фотоаппарате не сверху, как... Ну, было у меня на световой стойке, которую я еще раз покажу сейчас. Вот, световая стойка не сверху, вот там вот под потолок. А все это дело было бы практически, вот у меня, прямо в меня бы светило. Ну, возможно, я бы это вот нацелил куда-то вверх, оно бы отражалось там каким-то образом. Но в любом случае, то есть тень бы не падала сверху вниз и не рисовала бы тени. То есть она падает сверху вниз, свет не проходит через... Ну, морщинки же есть, они имеют какую-то глубину, а поскольку он сверху под углом падает, то в слишком глубокие морщинки свет не попадает. И вот этот свет отражается и оставляет след на матрице. Но если бы вспышка была прямо на фотоаппарате, то она пыхала бы в лицо, и она бы освещала все полностью, и не было бы вот морщинок сверху. То есть, которые, получается, когда свет падает сверху. Ну, то есть вот этих вот под глазом, таких более-менее красивых, вот этой вот тени под глазом. Вот то, как, не знаю, красиво рисуется, как рисуется борода. Как-то она мне сейчас нравится гораздо больше, как она стала рисоваться. Вот этих вот мягких, небольших вот морщинюшечек. Вот, включил Lightroom. То есть оно бы тоже получилось, но получился бы другой результат. Плюс вторая бы вспышка не подсвечивала бы сбоку. Я, правда, я точно не уверен. Вы знали, она эта вторая вспышка была сбоку, чтобы она подсвечивала. Возможно, без нее тень бы стала еще более сильной. Тень бы стала еще более сильной. Потому что сейчас такая кожа, она как бы слегка молочная. Ну, что за космота с балансом белого? Ну, елы-палы. Ну, что такое-то? Ладно, перейдем в ЧБ. В общем, чтобы переводить в ЧБ, надо тоже цвета как следует настроить. Иначе ЧБ будет не таким красивым, как должно было бы быть. Ладно, вообще не будем это трогать. Вот. И все равно бы рисовалось по-другому. То есть, вот, без такой, казалось бы, простой штуки, я, ну, для начала не могу сам себя красиво фотографировать. А если я уж сам себя не могу сфотографировать, то я и вряд ли смогу, например, сфотографировать красиво какую-нибудь модель. Потому что мне в любом случае надо, чтобы свет падал сверху, а фотоаппарат снимал прямо. А у меня вспышка прямо на фотоаппарате. Все. Значит, свет падает либо в лицо, либо что-то как-то вот вверх там отражается куда-то туда-сюда. И получается какая-то хренатень. Либо, например, чтобы два источника светили как-нибудь там, не знаю, там, куда-то, куда-то, куда-то с боков. В общем, хорошая вещь. И даже такие, вот такие, вроде бы, более-менее элементарные кадры, ну, казалось бы, ну, что тут сложного-то. Вот. А без радиосинхронизатора, ну, не получилось бы. Возможно, если бы у меня дома стояли, я не знаю, 500-киловаттные прожекторы обычного света, ну, может быть, они как-то еще покрасили такие красивые тени, не знаю. Вряд ли. Потому что одно время было у меня действительно, были 500-киловаттные прожекторы. Ну, нифига крутого с ними не получается. Ну, вот. Так что эта покупка привела, по крайней мере, к одному хорошему кадру. Почему-то здесь всего лишь один лайк. Оно и ладно. Ну, вот такие дела. Так что покупайте нормальный свет. Вам нужны, как минимум, две вспышечки. Ну, хотя бы одна вспышечка и радиосинхронизатор. Вспышечка на фотоаппарате, это, конечно, хорошо, но это полная чушь. Это не круто. И ничего крутого вы не сможете сделать. И я, по всей видимости, вспышку сразу не оценил. Она у меня давно появилась, но и как-то я ее не оценил. А не оценил именно потому, что я купил я ее... Я не докупил к ней того оборудования, которое еще нужно, а именно синхронизаторов. И в итоге она была на фотоаппарате, пыхала у нее в лицо. Естественно, ни тени, ничего не рисовала. Ну и получалось, в общем, так, как обычно. Так же, как я или в лицо себе лампой свечу. То есть, ну, не круто. Вот. А с радиосинхронизатором, такой вроде бы простой штуковиной, я, кстати, купил по скидке. Фотору стоит 2000 с чем-то. Хотя у них вспышка по скидке стоит 5650. Но мне вот помню, в онлайн-тренде без скидки я ее покупал за те же самые 5650. В общем, не знаю, мне кажется, что-то они хитрят. Ну ладно, в общем, не суть дела. Суть в том, что вот оборудования должно быть со светом много. Вот. Ага, хороший там какой-то особенный объектив. Ну, это, конечно, круто, но без нормального света ничего толкового не выйдет. Какой-то особенный там супер-дупер крутой фотоаппарат. Это тоже, конечно, хорошо. Но без нормального света ничего толкового не выйдет. Здесь, например, 16-мегапиксельная матрица. Достаточно старый X-Pro 1, но он уже старый. Сейчас некоторые фотоаппараты снимают серии. Там по 60 кадров в секунду в режиме электронного затвора. Длительностью там, я уже не помню, там в 120 минут. В таком разрешении, в котором он делает фотографию одну. А там 60 фотографий там в секунду. То есть это какие-то просто вообще нечеловеческие цифры. Та, где там, куда там нажать-то хочу и сделать, как было. То есть видим, что с нормальным светом даже такие относительно старые фотоаппараты выдают нечеловеческую детализацию и вообще, вообще красиво. Как-то вот, как-то так, короче. Здорово, здорово. Вот. Если, в общем, есть какие-то вопросы, в общем-то, спрашивайте. Вот, например, можно заметить, зачем нужна бленда на фотоаппаратах. Потому что, когда я убираю... Блядь, как уже косой на этой вебке. Убираю бленду, то получаются какие-то корявые, неконтрастные цвета. Делаем бленду снова, цвета получаются нормальные. И вообще всё супер. Когда чтение... Не знаю, как у меня настроение будет. Сейчас я, откровенно сказать, занят. Я вот вспышки купил, про вспышки записал. Небольшое мнение. Посмотрел пару фотографий. Вижу, что получается со вспышками гораздо лучше, чем раньше. Но теперь надо снова учиться, как им вообще пользоваться. Таилу, Павла. Ой, недочтение мне сейчас. Вот, ещё надо к сварке готовиться. И вообще, что-то, короче, пипец. Вот, ещё вчера об это дурацкое прозрачное стекло, вот, которое сзади башкой своей так ударился. Это же просто очуметь. У меня сейчас тут огроменный синячище. Здесь синячище. Который, блин, болит. То есть, самая настоящая шишка. Чёртовы прозрачные двери в шкафах. Какого хрена? Они должны быть из дерева, блин, и непрозрачными, чтобы видеть их. Мелкие палки. Как ты в этих наушниках сидишь? Ну, конкретно эти наушники действительно на уши дают. Поэтому я их, во-первых, разжал как следует. И здесь вот резиночки, чтобы они не слишком сильно на уши опускались. То есть, в общем, конкретно эти дженниус, кажется. Они, конечно, стремноватые, да, дженниус. Но выглядит вроде клёво, но стремноватые. Что думаешь про закон, который запрещает антисоциальное поведение? Хороший закон. Антисоциально себя вести, это плохо. А то поразвелись всякие дегенераты, маргиналы и прочие чуваки, у которых альтернативное мнение. Понимаешь, не должно быть никакой антисоциальности. Человек должен быть счастливым. Для этого, кстати, ему должна помогать фотография. Как раньше в СССР до Второй мировой войны фотографии все были крайне счастливы. И конструктивизм прям пер во все щели. Ты должен знать с самого утра, что ты счастлив, что в стране все хорошо. А у нас в стране, как ни странно, и вправду все хорошо. И никаких антисоциальных пубертаций, поведений, всякого такого не должно быть. Господи, я даже чихнул, потому что правильно говорю. Какого-нибудь, сейчас я даже тебе открою переписку. То есть, все должно под рамки социальности подстраиваться. Вот, например, некое творчество. О, Господи. Так, ладно. Сейчас мы как-нибудь... Так, вот мы смотрим творчество. Какой-то некий театр, каких-то хоренососов. Вот это что за трындец-то, еб ваш мать. Что вот это за лютая херота, блять. Вот это как вообще? То есть, какая-то лютая хрень творится. Какие-то черно-белые кадры. Какая-то... Вот такого не должно быть, понимаешь. Вот это не социальное поведение. Это какая-то срань. Вот этих дебилов должны посадить, я не знаю, куда-то в психушку. И любого дебила, который делает какую-то прочую такую хрень, должны посадить куда-нибудь в психушку. Любого идиота, который говорит, что нужна очередная перестройка, надо посадить куда-то в психушку. Да и даже любых каких-то фотографов, которые там, я не знаю, фотографируют сиськи посреди улиц, там каких-нибудь тёлочек, которые раздеваются посреди улицы. Тоже нужно сажать. Нельзя раздеваться бабам посреди улицы. Если кто не знает, так маньяки, в общем-то, и появлялись там. Мне с детства было интересно, что за волосатая там штука была у женщины между ног. Из-за этого я вырос и начал там резать людей. Не помню, кто именно, но кто-то из маньяков вот именно такими вот и мотивировался, вот мотивациями. Вот никакой антисоциальности не должно быть. Закон нормальный. Нечего вести себя неправильно. Веди себя правильно. Веди себя так, как требует у тебя социум. Светлое будущее. Типа того. Ну, христианское общество, пока что, оно гораздо, по мне, так лучше, чем мусульманское. То есть, ты понимаешь, что есть выбор. Либо христианское, либо мусульманское. У тебя нет выбора. Не хочу то и не хочу это. Вот у меня за окном орут чурки. Просто, блядь, орут, как бешеные обезьяны. Я слышу крики из леса. Оттуда доносится Аллах Акбар. Когда у них какие-то праздники, они постоянно свистят, как сумасшедшие. Там какой-то шум, грохот. Какая-то просто жесть. Я из дома боюсь уходить, потому что там настолько обезьяньи вопли. Какая-то просто, ну, мютая хренатень. Поэтому у тебя есть выбор. Либо вот то, что в лесу, оно к тебе придет. Либо христианство. Ну, что тебе не нравится подстраиваться. Ну, мало ли, нравится тебе, не нравится подстраиваться. У тебя выбора никакого другого нет. Либо так, либо будешь мусульманином. Мусульмане не будут тебя вообще спрашивать. Нравится тебе, не нравится, хочешь ты подстраиваться или нет. Посмотрят на тебя, покажут им, что ты на свинью похож. И прирежут тебя на площади. А там прирежут еще сотню таких же, как ты. Чтобы проголосить наше замечательное мусульманское общество. Так оно будет. Как-то так. Так что Я За народ. Вот. Мне нравится, когда я могу спокойно из дома выйти. Там, я не знаю, спокойно в метро зайти. Когда нет каких-то идиотов, которые хотят все взорвать. Там, я не знаю. Когда никто не угрожает мне ножом за то, что я, видите ли, не той веры. Я не знаю, когда на улице, то есть во дворе, там, в лесу никто не орет. Крики Аллах Акбар, там, какие-то свисты. Недавно там, я даже стрельбу слышал. То есть я не хочу, чтобы так было. Ну, во время христианства так нету. Потому что самое страшное, что может сделать российский христианин, это набухаться и бухим заснуть в этом дворе. Когда же мы говорим о мусульманах, то, блядь, бухи, это вообще какой-то ёбаный пиздос, там, этот зверятник. Вот, извиняюсь за мат, но... Как-то так вот. Я тоже за еврейский народ. Да, евреи хитрые. Ну, чё не так-то? Ну, вот, есть еврей знакомый. Он мне очень толковую штуку посоветовал. По поводу фотографии. Которую я долго всё никак не мог понять, как она делается. Никто мне её не рассказывал. Даже из фотографов, которые все из себя умных строят. Там, тоже Нина Самсоновой. А он взял и рассказал, как, оказывается, просто это делается. Ну, чё не так-то, ёл-пало? Так и должны люди делиться друг с другом знаниями и секретами. На какой фотик лучше снимать голых девок? На iPhone 6s? Вот, ладно. По поводу фотографий вопросов я, по всей видимости, не вижу. Поэтому я заканчиваю. А то что-то всё ушло не в те дебри. И, ну, я реально занят. Мне надо готовиться к экзамену по сварке. А я какой-то фигнёй занимаюсь уже 4 дня подряд. Вот, так что всем пока, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Напишите артификс, какой он мудак. Серьёзно, блять. Сегодня смотрю, как он начал хохотать посреди... Просто визжащая татарская свинья. Ну, я другого не могу про него ничего не сказать. Вот, как-то так.